Книга «Нет подобного тебе». Изречение еврейских мудрецов об Иерусалиме. Часть третья. Разрушение. Иеремияг сказал Иеремиягу «Горе мне по тебе, мать Цион! Думал я пророчествовать о тебе добро и утешение, а вот выпало мне пророчествовать беду». Псик Тарабати 26. О горе! Как она одинока! Город, изобильный населением, уподобился вдове. Великая среди народов, повелительница стран, стала данницей. Горько плачет она в ночи, и слезы текут по щекам. Ни один из любящих не утешает ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Эйха 1.1.2 Сказал вездесущий Иеремиягу «Встань, иди в Анатат, и купи поле у своего дяди Ханамеля». Как только Иеремиягу вышел из Иерусалима, сошел с неба ангел, двинул ногой иерусалимские стены и пробил их. Воззвал и сказал «Да придут враги, и да войдут в дом, в котором нет хозяина, и разграбят его, и разрушат, и войдут в виноградник, покинутый сторожем, и срубят лозы». «Да не будете вы похваляться, говоря, мы захватили его». «Захваченный город вы захватили, убитый народ вы убили, спаленный дом сожгли». «Пришли враги и установили возвышение для идолослужения на храмовой горе, в том самом месте, где восседал царь Шломо, советуясь со старейшинами о месте возведения храма». Там воссели враги, сговариваясь, как сжечь храм. И вот, во время этого обсуждения, подняли они глаза и увидели четырех ангелов, спускающихся с неба с четырьмя горящими факелами в руках. Запалили храм с четырех концов и сожгли его. Когда первосвященник увидел, что храм горит, он поднялся на крышу, и с ним дети, и юноши из Коэнов, и в руках у них ключи от храма. Они сказали, «Владыка мира, поскольку мы не удостоились быть верными хранителями, мы вручаем тебе ключи от твоего храма». И они бросили ключи кверху. Показало сподобие руки и приняло их. А первосвященник пошел в Освояси. Схватили его враги и убили возле жертвенника, там, где он приносил ежедневные жертвы. С криком выбежала его дочь, «Горе мне! Отец! Услада моих очей!» Схватили ее и убили, и ее кровь смешалась с кровью отца. Когда Коэны и Левиты увидели, что храм горит, они взяли свои лиры и трубы, бросились в огонь и сгорели. Когда девы, ткавшие завесу, увидели, что храм горит, они бросились в огонь и сгорели. Когда Циткиягу увидел, как оборачиваются дела, попытался бежать через подземный ход, который вел из его дома в Ериху, к месту, где кончался водовод. Пресвятой послал оленя, который помчался к выходу подземного хода. Вавилоняне погнались за оленем и настигли его в долине Ериху, как раз в тот момент, когда Циткиягу с сыновьями вышел на поверхность. Увидели их вавилоняне и схватили. Песик Тарабати 26 Иерусалим был разрушен из-за того, что вершили суд строго по закону и не допускали разрешаемого Торой снисхождения. Бава Митсия 30 бет Иерусалим был разрушен из-за того, что в нем позорили Талмидей Хахамин. Иерусалим был разрушен из-за того, что не читали шма утром и вечером. Иерусалим был разрушен из-за того, что держали ровней большого и малого. Иерусалим был разрушен из-за того, что не корили друг друга за грехи. Иерусалим был разрушен из-за того, что не стыдились друг друга. Шаббат 119 бет Когда Иермияу достиг Ефрата, обратился к нему Невузарадан, вавилонский военачальник, и сказал «Если хочешь, иди со мной в Вавилон». «Подумал Иермияу, если я направлюсь с ними в Вавилон, кто утешит оставшихся в Иерусалиме?» Решил он вернуться. Когда пленники увидели, что он покидает их, разразились громким плачем и горькими рыданиями и сказали «Иермияу, Отец наш, неужели ты оставишь нас?» Ответил им пророк «Призываю я в свидетели неба и землю, те, если бы вы хоть раз всплакнули, будучи в Ционе, не были бы изгнаны». Песик Тарабати 26 Сказал Иермияу «Когда я восходил в Иерусалим, то увидел женщину, сидящую на вершине холма». Одежда ее была черна, а волосы растрепаны. Она вопила и взывала об утешении. Сказал я ей «Разве ты лучше Циона, своей матери?» И ответила она мне «Я и есть мать Цион». Ялкут Шимони Иермиягу 293 «Разве привет» Иермия